Уровень ММАшников очень средний. Ну ты же понимаешь, насколько это беспомощно звучит? Ты живешь в каком-то своем иллюзорном мире. А что с вами говорить вообще? Естественно, у меня не было секса. Гребаные сектанты. Спортсменные состояния это понять. Это не про управление сознанием. Это, блядь, про драку. Понятие боевое искусство это иллюзия. Ну посмотрите на себя. Мешковатые какие-то толстые дядьки или наоборот дрищи. Это же чушь. Всем привет, вы смотрите канал Боевые Ботаники. И сегодня мы поговорим с автором, пожалуй, единственного канала про боевое искусство, которое я более или менее регулярно смотрю. Вы скажете, как же так? Единственного, ты же говорил, Женя, о выпусках дичи, что смотришь Лютикова или Вестник ММА Миши Кучерявого злодея. Но то, друзья, каналы про ММА. А ММА это ведь не боевое искусство. Это ведь спорт и шоу-бизнес. Или нет? Ведь есть мнение, что ММА вершина боевых искусств. Именно об этом мы сейчас и поговорим с Дмитрием Черносвитовым. Люди, которые занимаются или интересуются спортивными единоборствами, многие из них глубоко убеждены в том, что именно смешанные боевые искусства, ММА, а я бы даже сказал их главный, их промоушен, UFC, на сегодняшний день является вершиной боевых искусств. Что все остальное существующее, это такие вот подсобные всякие практики. А ММА это апогей. Что ты думаешь по-другому? В том-то и дело, что я как-то особо об этом никогда не задумываюсь. Это приблизительно все равно, что когда человек, прошедший институт, вспоминает, а что там было в детском саду. То есть все прошли детский сад, но никто его не помнит. Для меня спорт это какой-то период в жизни, в том же спорте, в тэквондо, в том я себя ощущал как... Главное победить, главное быть сильнейшим, главное, что у тебя боялись и так далее. И ты побеждаешь, ты получаешь первое место по России. Да, там дальше есть Европа, мир. Но потом ты встречаешь какого-то гопника, который тебя пиздит. Ой, пардон. Ты понимаешь, что ты как ребенок, ты ничего не знаешь, ничего не умеешь. В боевых искусствах не эта цель, да, а цель она как бы гораздо выше. ММА для меня это как раз тот период, я в виде спорта, который стремится стать сильнее среди вот этого ограниченного количества людей, внутри вот этого тэквондо. То есть когда человек оттуда выходит, во-первых, он пытается добиться, кажется, есть как бы три цели, единоборство, самооборона, ну как каковая рукопашка, спортивные достижения и боевые искусства. И вот человек достигает только приблизительно спортивных достижений среди узкого круга людей. То есть он, если живет в иллюзии, до той поры, пока он не встретит либо более сильнейшего, который его, ну, короче, изобьет, да, из другого направления. Слушай, ну это же часть такой распространенной мифологии, что вот, мол, вы занимаетесь самообороной, спортом, а есть некие загадочные боевые искусства, о которых многие слышали, но никто не видел. Давай тогда для начала сверим наши понятия, кто что понимает боевыми искусствами. Я вот пытался сформулировать, что такое для меня боевое искусство. Я даже с твоего разрешения зачитаю, что я написал. Что такое боевое искусство, на мой взгляд? Это архаичные, дикие практики о умершлении и количестве людей в драке, преимущественно голыми руками или с использованием холодного оружия, обильно сдобренные мракобесной чепухой про внутреннюю энергию и такой примитивной псевдофилософии, эксплуатирующей понятия вроде путь воина, воспитания духа и так далее. Причем ныне в 21 веке в цивилизованных странах это все уже совсем не актуально и боевые искусства остаются уделом либо каких-то фриковатых маргиналов, либо канализируются и находят себе более гуманное, адекватное применение как раз в спортивных единоборствах. У меня ощущение, что я сейчас слышал определение медицины от какого-то темного и невоспитанного сельского жителя. Вот, кстати, и еще сюда же архаичная, дикая, опять-таки, медицина. Все вот эти вот практики, дремучесть, мракобесие, потому что с тех пор прогресс ушел далеко вперед, а боевые искусства застряли там, где они находились и с точки зрения представления человека о мире, и с точки зрения представления человека о собственном организме и так далее. И не случайно многие мастера боевых искусств рано или поздно, скорее-поздно, ударяются в медицину. Ну, какая это медицина? Это вот травки и сухие жабы, и прикладывание них к различным волшебным точкам организма. И одно из преимуществ ММА над боевыми искусствами с точки зрения, что из них вершина, то, что ММА на сегодняшний день это постоянно развивающаяся сфера. Мало того, что это огромное количество там приемов, которых, возможно, никто никогда и не знал там в японских и в китайских боевых искусствах, это лучшие методики, это лучший тренер и постоянное развитие, постоянный прогресс. Высочайшая степень конкуренции, постоянные полноконтактные поединки лучших из лучших. Постоянные поединки, это все равно, что если вы каждый раз не бьете свою машину там на скорость 65 км в час, вот выехали, да, и не ударили, то значит, что вы просто ее не испытали, да, что она у вас не в форме будет в следующий раз, когда вы будете в следующий раз окажетесь в реальной аварии. Но мы все прекрасно знаем, что настоящая авария ее просто сомнет в лепешку. Нет, это если вы не ездите вообще на своей машине. У тебя может быть прекрасный ретроавтомобиль, который у тебя стоит в гараже, который ты подкрашиваешь, на котором ты периодически раз в год выезжаешь, чтобы проехаться в колонии на автопараде ретроавтомобильчиков. А есть машина, на которой ты ездишь каждый день и которая на ходу, за которой ты ухаживаешь, которой ты проходишь то и которая работает, которая ездит. А у тебя боевое искусство – это пыльный ретроавтомобильчик в гараже. Ты сам говоришь постоянно в дичи, да, о том, что у боксеров отбитые головы. С чем это связано? Это связано с тем, что они каждый раз подвергают сотрясению, да, микросотрясениям, которые, согласно медицине, грубо говоря, приводят всегда к определенным последствиям. Я сам человек, который имеет минимум 30 трясений, да, я страдаю от перемена погоды, у меня периодически не видит один глаз, ну, то есть, как бы, расфокусировка. Но вот я не считаю, что это нужно делать каждодневно, чтобы тебе прилетало в голову, да. Это излишки профессии. Если ты пловец, соответственно, у тебя там последствия, высушенная там носовая перегородка хлоркой, ну, условно говоря, и куча других травм. Если ты автослесарь, ты пропах маслом постоянно или чем они там пахнут в этих гаражах. Ему попало там кипящее масло в глаз, он поедет к врачу, а не будет продолжать дальше закручивать гайки. Если ты говоришь о спорте, как о профессиональном спорте, биатлонист или какой-нибудь топочный единоборец, он со своим телом носится, как девочка. Не дай бог, чего не повредить. Я себя тоже помню, да, ничего не потянуть лишний раз. Боксер-то, который в Риге, да, когда он говорил, что мне не надо вот этих проблем, да, мне выступать. Я бы ему ответил, уверен, завязалась бы драка, после которой были бы последствия на тех выходных бой, и через неделю еще один бой. Два боя, за которые я получаю гонорары, и мне совершенно какие-то травмы не нужны. Это действительно такое состояние, ты к себе очень бережно относишься, как к хрустальному. Весь спорт такой, UFC такой же, он не отличается ничем. И миксфайт отличается только техникой и правилами. По уровню владения техник тэквандист выше, например, чем тот же Макгрегор. Да, Макгрегор пытается, если его выставить на чемпионат... Ну, какими техниками, какими-то ударами ногами, правильно? Да, уровень ММАшников очень средний. Почему? Потому что они застревают в том самом детстве, в нашем детстве, да, когда они только пришли и более-менее наболотыкались немножко дрыгать ногами, да, и махать руками. Наш боксер, любой, да, КМС, будет стоять на уровне того же самого Макгрегора. Если они, говорят, подраться на кулачках, да. Существует много разных боевых искусств, у которых упор на руки, у которых упор на ноги, у которых упор на борьбу, у которых упор на ближний бой, на работу на дистанцию, на работу с оружием. А ММА как вершина, потому что это универсализм. Огромное количество приемов. И, безусловно, понятно, что ни один самый лучший в мире чемпион, самый высококлассный боец не способен в течение жизни дойти во всех этих приемах там до совершенства. Но ММА как раз отсекает лишнее и нерабочее, и у людей есть пространство для прогресса постоянное. А боевое искусство замерли, они окаменели. Как бы выглядел бы идеальный поединок мастера боевых искусств с ММАшником? Мастер боевых искусств бы ушел бы, а ММАшник не смог бы ему противодействовать никак. Драки бы не было бы никакой, в принципе. То есть, они просто живут в другом мире. И боевое искусство – это другое. То есть, есть рукопашный бой. То есть, мы берем ММАшника, даем ему в руки автомат и говорим, нужно взять высоту. Что он сможет сделать? Он ничего не сможет сделать. Единоборство – это спорт. ММАшник не выходит один против двадцати. Боевых искусств важное именно искусство. В том уточнение – боевые. А люди воспринимают это как именно убийство и вершина убийства. Слушай, на мой взгляд, слово «искусство» главное – это для нас, для сегодняшних жителей, для тебя, который такой любитель в боевых искусств, который просто этим интересуется, который не практикует их с утра до вечера по двенадцать часов в день, который там попьет чайку, попьет кофейку, позанимается с автомобилями, сходит на работу, запишет видос, да и потом, может быть, там часик в саду у себя попрактикует боевое искусство. Но когда они были по-настоящему боевыми, они там, люди дрались, там люди ломали друг другу кости, крушили и сносили голову. Откуда ты это все взял? Это же чушь. Мастера боевых искусств никогда в жизни не тренируются каждый день, вообще. В лучшем случае поделают какую-то гимнастику для себя, да. Даже в фильмах про того же Ипмана там показываются вот эти вот древние дедушки, да, которые, да, могут применить, но все остальное время они работают. Все настоящие учителя высокого уровня, они имеют что-то еще, кроме преподавания. На Окинаве все мастера работают. Мой сенсей – водитель такси. Боевое искусство – это то, что всегда с тобой. Ты не можешь от этого отказаться. Тогда тех, кого ты называешь мастерами боевых искусств, это такие графоманы, которые не могут отказаться от того, чтобы не писать. У них есть работа, у них есть семья, у них есть дети, у них есть куча других занятий, но они постоянно что-то пишут, пишут, пишут. Но есть профессиональные писатели, которые действительно вершина. Профессиональные бойцы – это вершина, графоманы – это любители. Что-то я в своих сравнениях запутался. Те люди, которые каждый день дерутся и проявляют агрессию, они очень далеки вообще от понятия именно искусства. Это то, к чему ты идешь на протяжении действительно 10-20 лет. Можно ли обучиться за два года до черного пояса? Да, можно. Но это не мастерство. Ты получаешь черный пояс, тебя можно бить, начать этого ронять, и с тобой ничего не будет. Искусство, оно далеко, оно даже не касается практически техник. Я думал, что нужно тренироваться как дятел, да, то есть вот долбать, 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 и как можно больше тренироваться. И только после того, как ты понимаешь, что тебе это дано, ты сидишь как бы на большом объеме энергии, и уже ты от него отказаться не можешь, да, то есть ты понимаешь, постепенно успокаиваешься и понимаешь, что, в общем-то, как бы работа над совсем другим. Но вот это как раз то, что я назвал псевдофилософией и мракобесной чепухой про внутреннюю энергию. Ты проходишь примитивную стадию, собственно, рукопашного боя, мордобоя для того, чтобы продвигаться, продвигаться выше, раскрыть чакры, и, наконец, вот сейчас ты, видимо, близок куда-то туда, к вершине, и уже сидишь на энергии. То есть я правильно понимаю, что нужно научиться драться для того, чтобы потом иметь такой постоянный жизненный аккумулятор? То есть там сделал какую-то форму, покрутил, ты подпитался жизненной энергией и пошел ее реализовывать в каких-то более приемлемых в социуме целях инструментах. В том-то и проблема, в том-то и проблема, что вход туда рубль, выхода нет. То есть ты идешь, идешь, идешь к энергии, да, и когда энергия пробуждается, ты потом уже не можешь открутить назад. То есть это абсолютно совершенно дорога в один конец. То есть нет такого, что ты тренируешься, у тебя больше энергии, не тренируешься, у тебя меньше энергии. Слушай, ну ты же сам, сам сделал кучу смешных обзоров про вот этих мастеров, которые ушли в один конец и не вернулись, которые сидят на энергии и всем это рассказывают. Ты сейчас, ну на мой взгляд, несешь подобное что-то. Как? Когда ты переродился? Ты был избранником! Притрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! Это вот тот случай, когда вот долго снимаешь про кого-то и сам становишься таким же, и они узнают. Да, иногда меня корюзов в конвульсиях. Я как будто с магнитом Александром Макаровым сейчас разговариваю. Я уже занимаюсь трансфет вот этим посредиением энергетикой. Я очень много прошел, я постигал природу своего ума. Я хочу жить как Бог. Когда я к этому пришел, это было независимо от меня, это нужно было просто проделывать определенные упражнения. Боевое искусство как раз это именно получается достижение вот этого самого состояния, ну наверное какого-то, блин, чуть не сказал, высшего разума. Вот это ощущение, когда ты можешь в себе это использовать. То есть ты получаешь это как дар. Это какой разновидность биохакинга модного. Но тогда зачем употреблять слово боевые? Ну это цигун, да, это какое-нибудь что там еще, медитация. Почему здесь, откуда слово боевые? Давайте тогда уберем, если это уже такие старички, которые вот этим всем занимаются. Причем здесь боевые искусства. Боевые искусства изначально это был мордобой. Нет, получается мордобой, ну то есть грубо говоря, самые большие мастера боевых искусств это солдаты, в таком понимании, да. То есть ты ушел на войну, все, ты пошел осваивать боевые искусства. В моем определении было сказано, что в древней практике умершения, конечно, в драке, а не на войне, в составе строя и так далее. Я не вижу разницы между одним оружием и другим. Огнестрельным оружием ты убиваешь или еще каким-то. Но это не искусство. С появлением огнестрельного оружия как раз боевые искусства стали все более и более архаичными. Ты пытаешься приспособить к этому чисто технику, получается, рук, да, голыми руками убить. Таким образом, мы идем к тому, что все маньяки, как можно больше убивающие защищенными способами, да, то есть они являются как раз мастерами боевых искусств. То есть у них искусство смерти, так скажем. Да, да, они тоже мастера боевых искусств, безусловно. Договорились. На мой взгляд, условный убийца, который голыми руками, а не из пистолета, не из автомата кого-то умерщвляет, он, конечно же, больше мастер боевых искусств, нежели какой-нибудь седобородый старец, который вот часами сидит где-то на берегу океана и говорит, что он занимается самосовершенствованием, но при этом он мастер боевых почему-то искусств. Потому что он, в принципе, этим занимается, боевыми искусствами, он идет через них, но дело в том, что он не через техники боевых искусств туда проходит, а он проходит через определенные техники, которые, допустим, того же буддизма, салон-буддизма, да. Это абсурд думать о том, что способностью кого-то убить или какое-то твое физическое совершенствование позволит тебе развить твое сознание, когда речь идет именно о боевом искусстве. Ты можешь вообще ничего практически не зная освоить развитие сознания, да. Кстати, многие из наших зрителей меня спрашивали, куда пропал Дмитрий Черносвитов. Я так понимаю, сейчас твой канал называется Дмитрий Черносвитов. Возможно, ты его переименуешь? Уже переименовал. Принял решение, что будет он называться Анатомия боевых искусств. Будем их препарировать. Так что, друзья, кому близки взгляды Дмитрия Черносвитова, и даже кому не близки, но всегда интересно послушать, посмотреть, я отношусь к таким зрителям, то подписывайтесь на канал Дмитрия под названием Анатомия боевых искусств. Ссылка будет в описании, и вот здесь вот в подсказке. Мне нравится контент Дмитрия, я практически всегда не согласен, но, собственно, ради этого мы и смотрим. Если я, например, научился практикой медитации, я думаю, они полезны, и сейчас, например, в той же Кремниевой долине, это достаточно модное увлечение, я перед сном, значит, помедитировал, поуправлял собственным сознанием, лег спать, и во сне мне приснилось, как я встретил на улице Макгрегора, и ловко избежал с ним столкновения, и я проснулся. Можно ли считать, что я мастер боевых искусств? Проблема в том, что мы говорим с тобой на разных языках. Я тебе об одном, а ты о другом. Смотри, я знаю, в чем проблема. Ты говоришь о медитации? Своё определение боевых искусств, а ты так и не дал. И ты говоришь так же расплывчато, как все вот эти представители традиционных боевых искусств. Давай, попытайся, пожалуйста, сформулировать, что такое боевое искусство. Его и нет определения как такового. Это ощущение, понимаешь? Ну, ты же понимаешь, насколько это беспомощно звучит? Когда ты не можешь дать чему-то определение, говоришь, что это всего лишь ощущение, это не каждому дано, не каждый поймет. Стоп, стоп, стоп. А что с вами говорить вообще? И спортсмены слышат это именно так. А я не хочу убирать спортсменов. Спортсменные состояния это понять. Этот довод принимается, да, согласен. Для меня не очень важно, что подумают другие. Сначала ты учишься развить ощущения, ощущения внутри себя, ощущения снаружи себя. И после этого ты не совершаешь ошибки в технике. После этого ты ощущаешь практически каждое направление атаки и куда тебе перемещаться. Совсем другие ощущения. И они никакого, в принципе, не имеют отношения к спорту, к единоборствам, к рукопашке. Но при этом, при всем, они это все используют. Ты в своих выпусках как-то рассказывал о своих любимых фильмах про боевое искусство. Что меня, конечно, удивило, что, в общем-то, взрослый образованный человек смотрит всякую шелуху. Ну, ладно, о вкусах не спорят. Но, тем не менее, смотри, фильмы про боевое искусство. И что же это? Да, это там второсортные боевички американские, гонконгские. Но там дерутся. Фильмы про боевое искусство – это не про управление сознанием. Это не про медитацию. Это, блядь, про драку. Так ты сам себе противоречишь. Ты фильмы про боевое искусство смотришь, чтобы насладиться техниками, хорошо поставленными, как люди друг друга там вырубают. А в то же время говоришь, что нет-нет, бой, друзья мои, это всего лишь ерунда. Это ясли. Это для малышей. Нет. Я не хотел об этом сказать. Я, конечно, очень ценю хорошую технику. Но хорошая техника должна работать всегда идеально. Ты знаешь технику, но ты не знаешь, как на нее выйти. Почему ты не знаешь? Потому что ты не знаешь ее диапазона. Когда учат в том же самом карате, в том же самом джиу-джитсу, айки-дзюцу, они учат очень прямолинейно. Базовая техника, базовая техника, базовая техника. Ты можешь прийти к этому седьмому дану, восьмому дану, достаточно быстро пройдя через вот это понимание боевого искусства, потому что ты в этот момент будешь понимать какие-то принципы больше, чем технику. Ты можешь ее варьировать в любом направлении. И ты будешь все это дело ощущать именно на уровне чувств внутри себя. То есть это совсем, это и говорю, совершенно другой уровень. Это диапазонность техники увеличивается. То же самое, но без апеллирования к понятию боевого искусства может сказать любой хороший сильный пояс, например, по бразильскому джиу-джитсу, который тоже скажет, что техник безграничное количество, но я знаю принципы, основные принципы. И техника и знание принципов рождается в данный конкретный момент времени. Я даже сам, может быть, не знаю, что я сделаю. Но это то же самое и в столь презираемом тобой спорте. Здесь нет ничего особенного и нового. А спорт – это в первую очередь следование каким-то правилам. Когда ты действуешь в определенных правилах, ты вообще в этот момент не думаешь о том, что находится вне правил. То есть ты живешь в каком-то своем иллюзорном мире. Если мы говорим о том, что мы применяем техники обычные, допустим, бразильское джиу-джитсу или еще что-то, довольно-таки свободно, это одно дело. Но ты для этого должен все время тренироваться. В боевых искусствах ты не должен для этого тренироваться. Когда ты вырастаешь на определенный уровень, все ответы внутри тебя. Сложно. Опять, я тебе пытаюсь рассказать свои чувства и ощущения. Я понимаю твои чувства и ощущения. Более того, я прекрасно понимаю людей, которые занимаются так называемыми боевыми искусствами. Это люди, как правило, не юные совсем. Им больше 20, а скорее всего, и 30 лет. Это люди, которые дрожат своей головой, не хотят, чтобы она была отбита. Это люди, которые часто занимаются интеллектуальным или творческим трудом. Это люди, которые презирают этот примитивный мордобой, потную возню на полу или в стойке, неважно. Которые хотят ходить в красивой пижаме или в черном кунг-фуистском сюртуке а-ля Владимир Соловьев. Хотят быть причастными к этому загадочному, таинственному миру боевых искусств. Но какого черта вы говорите тогда, что спорт – это начальная стадия, это детский сад. ММА, UFC тем более. Ну, посмотрите на себя, извините, как вы выглядите. Там мешковатые какие-то толстые дядьки или наоборот дрищи с каким-то тоже непонятным подвальным сенсеем. Но зато, блядь, у нас боевое искусство. Почему боевые искусства настолько маргинализированы, на твой взгляд, сегодня? Потому что очень много таких самых, которые сидят на каких-то подвальных учителях и прочее, и они тоже себя пытаются позиционировать как боевое искусство. Это копище маргинала, в принципе. То, что ты перечислил, в том числе и наш дорогой Соловьев, да? Важно еще понимать, как дышать во время-то. Это ровным счетом маргинал, да? Боевое искусство, на мой взгляд, понятная вещь, но боевого там уже давно ничего нет. Да нет, в том-то и дело, что боевое искусство, это именно ты получаешь новый инструмент для работы со своими техниками. То есть, на уровне искусства. Но проблема основная в том, что очень много шарлатанов, которые имитируют боевое искусство. Шарлатанов-то много, потому что нету никаких четких определений. Да, процентов 90. Ты сам говоришь, что я не могу объяснить. А если ты не можешь объяснить, это прекрасное такое болото для всякого рода шарлатанов. Потому что там, где нету четких критериев, четкие понятия определения принципов, там можно нести все, что угодно. Ну, в общем-то, так и есть, этим они и пользуются. Ты можешь понять четко, что это ложь, только тогда, когда ты увидишь не ложь. После того, как у меня было пробуждение энергии, первое ощущение было, когда я вспомнил все книжки, которые я читал об энергии. Первое ощущение – это, как много лжи. То есть, что все это оказалось ложь. То есть, у меня было такое искреннее удивление, потому что не было ни крупицы правды просто. Слушай, ну вот при всем уважении, но когда ты говоришь фразу «когда у меня впервые случилось пробуждение энергии», мне это напоминает, знаешь, какую-то тетушку, которая говорит «а мне гомеопатия помогает». А мне гомеопатия помогает. Это действительно странное ощущение, после которого тебе становится, наверное, на это наплевать. Мозги проясняются, они очень плохо засираются после этого. Смотри, если ты научился хорошо драться, получил там, не знаю, мастера спорта по спорту, либо там какой-то второй-третий дан по восточному единоборству, но при этом у тебя до сих пор не пробудилась энергия, можно ли сказать своим детям, что папа занимается боевыми искусствами? Можно говорить все, что угодно. Понятие боевое искусство – это иллюзия, у каждого человека в голове она своя. Отличное резюме. Нет, так ты находишься в положении спортика, ты считаешь, что это боевое искусство. Полная уверенность. Все люди, которые не прошли просветление. Так а кто тебе сказал, что условные там Макгрегоры, Джон и Джонс и прочие звезды UFC не занимаются медитацией, не занимаются практикой управления энергией. У них же есть такие же безумные учителя, гуру, тренеры и так далее, которым все это известно. Ведь это не какой-то параллельный мир, это все выходцы, в общем-то, из одного и того же комьюнити, по большому счету. Просто кто-то один сидит у себя там в горах условных, а кто-то понял, что этим можно зарабатывать хорошие деньги. Вот и все. Это же одна и та же грядка. Это не так, потому что, в принципе, если человек бы это понимал, он бы оттуда бы ушел. Занятие спортом, оно бессмысленное, да. Толочь в воду в ступе. Заработок сотен тысяч миллионов долларов – это бессмысленное занятие? Заработок сотен тысяч миллионов долларов – это небессмысленное занятие. Так люди идут в UFC не потому, что им нравится каждый день получать по голове, более того, они получают не каждый день, да, там, дерутся два раза в год, но остальное время тренировки там в защите и лайтовой, возможно, и так далее. Это люди, которые зарабатывают хорошие деньги. Для человека, который занимается действительно боевыми искусствами, деньги не имеют особого значения, потому что тебе, в принципе, не нужно так много. Это люди без фантазии, без воображения, они не знают, куда... Куда потратить за 100 миллионов долларов, да? Аргументы смешные. Мы хуже деремся, потому что нам это не нужно. Вы больше зарабатываете, а деньги нам не нужны вообще. То есть, ну, нам ничего не нужно, мы выше всего этого. Ну, блин, ну, кто вы, где вы? Гребаные сектанты. По боевому искусству тебя интересует свое собственное совершенство, тебя не интересует финансирование при этом, да? Ну, аскеза такая. Нет! В том-то и дело, что я себя ни в чем не ограничиваю. И мой, допустим, Теон Саним, он хочет ест яйца, хочет не ест яйца, да? Ну, это огромная степень внутренней свободы. Есть религия, и надо разделять религию. Монахи буддийские, да, они себя специально подвергали аскезе. Но в этом есть определенный смысл, я их понимаю, потому что, когда я сидел на горе, естественно, у меня не было секса, у меня не было мяса. То есть, я питался травками, мне было легко, хорошо, замечательно. И можно даже продолжать дальше так. То есть, ты чувствуешь себя более сильным, более здоровым, более гибким, более худым и так далее. Потом ты начинаешь жрать мясо, да? И ты чувствуешь, как ты вот, что-то внутри тебя становится более тупым таким, да? Это минутка пропаганды вегетарианства была в нашем. Я не вегетарианец. А зато я вегетарианец, я поддерживаю. Ставьте лайк, кто вегетарианец. Все адепты боевых искусств, это люди, прошедшие весь этот спорт. То есть, мы через все это шли, да? Мы шли через рукопашку, мы шли через спортивные какие-то достижения. Я знаю эту историю, что все вначале мы вышли из спорта, но есть и обратные случаи, когда человек ходил вот в этот подвал к какому-то загадочному сенсе, а потом понял, да что за херня? Я пойду в соседнюю сексу условную, там, не знаю, под зудо, по вольной борьбе, по боксу, там, по кикбоксу и так далее. Вот, здесь меня научили большему, быстрее, я начал зарабатывать деньги. И, собственно, я понял, что до этого я занимался полной ерунду. Хоть одного назови такого, который занимался бы у какого-нибудь, там, не знаю, Чен Сяо Вана или еще кого-то, и сказал, я занимался какой-то херней, пойду-ка я позанимаюсь вон в соседнюю секцию бокса. Ну, да, но там достаточно специфическая аудитория, она лояльная, это реально такие сектантики, абсолютная преданность своему учителю, который может делать все, что угодно, ему абсолютное доверие. Действительно, людей, которые занимаются боевыми искусствами, их не очень много, настоящими, да. Я думаю, что их в Китае это по пальцам пересчитать, а в России их просто нет. Если в боевых искусств в России нет, значит, в России все-таки можно назвать, что ММА это вершина боевых искусств. В мире нет, потому что есть где-то загадочные мастера, а в России да. ММА вершина спорта, так скажем, да. Пусть будет так, потому что у них применяется чуть больше техник, чем во всех других направлениях. Например, каратэ бесконтактное, понятно, что это смешно. Хорошо, на твой взгляд, бокс это искусство, тэквондо это искусство? Нет, конечно. Есть люди, которые хорошо знают тэквондо, да. Ну, специалисты, так скажем, эксперты в тэквондо. Он эксперт в этом месте. То есть, ну, он не является, не знаю, там, богом, да. А мастер боевых искусств является богом? Нет, конечно. Мастер боевых искусств – это человек, который, в принципе, постигает себя больше, да. И он, скорее, уже даже не постигает, он уже просто владеет этой техникой. В этом моменте тебе не нужно тренироваться там по 8 часов в день, да, чтобы достигать какого-то уровня. Блин, ну, это отличная позиция, я прекрасно понимаю. Тебе, это вот, для меня это идеально. Тренироваться не нужно, но при этом считать, что ты занимаешься боевыми искусствами. И более того, считать, что все эти глупые спортики, там, уродующие друг друга, они где-то там на нижней ступени. Это первое знание, которое дается. Ну, по-настоящему, ты оглядываешь на свою жизнь в первую очередь, да, и понимаешь, что ты занимался какой-то, в общем-то, ерундой все это время. Я хочу уточнять еще вопрос, задать все-таки про техники. Есть два мнения. Первое, что спорт, он упростил и примитизировал традиционные техники, и более того, из-за ограничений в правилах, они вовсе не такие уж и смертельные, которыми должны быть. А вторая точка зрения, что современный спорт как раз отбросил все омертвевшие, и неработающие техники, оставил только наиболее эффективный, и то, что применяется в UFC, вот это, что называется, работает. Вот что касается техник, ММА вершина по сравнению с китайскими, японскими традиционными боевыми искусствами или нет? Ну, я думаю, что ты сам прекрасно знаешь, что нет. Потому что ММА это чистый вариант одного из вариантов спорта. Нам разрешено бить ногами в голову полный контакт с Эквондо, да? Являемся ли мы вершиной и признанными авторитетами по части ударов ногами в голову? Как эксперты, может быть, но эта техника не всегда впишется в какую-то другую технику. Все UFC-шники практически это те самые начинающие бойцы, да, там, 3 года обучения, которых взяли из какого-то клуба, да. Да, некоторые побольше занимались. Мне, допомнится, всю печень выклевали с этим Энди Хугом, да, который там замечательно бил ногами. Он не боец ММА, он... Ну, он где-то там выступал, я не помню. Да, боксер. Хорошо, Энди Хугов, Кейван, можно было увидеть. Звезд UFC сейчас можно увидеть. Где можно увидеть, как применяют техники при реальном сопротивлении мастера и где-то существующих боевых искусств. Нету этих видео. Где они дерутся с кем-то? Более того, есть видео старые, архивные. Это было, конечно, полный трэш и позор. Это оказались какие-то два китайца. В свое время считали супермастерами бои. И там вот эти странные передвижения, какие-то ударчики, толчки. Ну, это, блин. Ну, это как сейчас смотреть хоккей 60-х годов и такой, блин, что это вообще? Это не скоростей, ничего. Все же прогрессируют. 100 метровку нынче бегают гораздо быстрее, чем раньше. Соответственно, логично предположить, что и техники мордобоя, техники рукопашного боя, конечно, сейчас там стоят гораздо более высокие ступеньки, чем были когда-то. И, возможно, все, что все вот эти загадочные супермастера, это все миф. Не было никаких суперспертельных мастеров. Вот все, что они умели, вот это, вот это, вот это мы и видели, собственно, и все. Не, ну, вы видели каких-то маргиналов, которые кто-то там считал мастерами, да? Так а где другие? Почему нету никаких подтверждений? Мы, боги, точно такие же люди, как и все. То есть, короче, по-настоящему ничего не меняется. То есть, как бы, если ты до этого дрался, как Конор Макгрегор, то, собственно говоря, ничего не поменяется, если тебя знаний не хватает. Хорошо, каких знаний не хватает Конору Макгрегору, чтобы драться еще лучше, чтобы его техника походила на идеал мастера боевых искусств? Что ему не хватает? Каких знаний? Что он не умеет? Если его из него сделать мастера боевых искусств, да, а это значит, ты просто отправив заниматься нормальными техниками, это практически, практически все придется вот это вот все забыть. Он не станет драться. То есть, да, он сможет тебя, конечно, ударить, но он не будет тебя бить даже. Потому что, в принципе, в этом нет совершенно никакого смысла, когда ты просто можешь отмахнуться от человека. Еще одна родилась аналогия, это как если человека сейчас, владеющего там слепым десятипальцевым методом печатания там на клавиатуре компьютера, ты говоришь, это все фигня, мы тебя отправляем переучиваться, занимайся каллиграфией на древнем пергаменте. Да, это искусство, безусловно, это требует, наверное, больше внутренней сосредоточенности. Это более красиво, но это, черт возьми, неэффективно в современном мире. Если ты хочешь донести информацию, ты напечатаешь, нежели будешь выводить красивые иероглифы. Ты равняешь вообще искусство с профессией, так скажем, да, это разные вещи. Я просто ввожу понятие эффективность. Но ты хороший пример привел по-настоящему. Каллиграфия – это искусство. Человек может накорябать чего угодно, да, но это не будет считаться произведением искусства. Смысл именно в искусстве. Та же аналогия, как работающий ездящий автомобиль и машинка в ретро-музее автомобилей. С точки зрения эффективности, актуальности и насущности, получается, что ММА – это то, что каждый день доказывает свою работоспособность. А боевое искусство – это артефакт, его место на пыльной полке в музее. ММА не даст тебе работу генеральным менеджером, да. То есть ММА не даст тебе возможность, не знаю, что-то понимать, там, не знаю, французской поэзии. При чем тут французская поэзия? Мы говорим о боевых искусствах, бой. Бой – это противостояние, это убивать, калечить, ломать. Те, кто интересуется французской поэзией, им не интересно, как причинить боль другому человеку. Так в том-то и дело, что в жизнь, жизнь, да, мастер боевых искусств – это жизнь, а это, это возня детей, блин, в этом, в маленьком, вот знаешь, в Икеа есть такие шариками, вот эта вот фигня вся завалена, вот они там возятся, они играют, это отдельный мир. Для детей сделано, ММА, вот, вот идите туда, и там возитесь, бейте друг другу головы. Вот вам шапочки мягкие, вот вам перчаточки мягкие, чтобы вы друг друга не покалечили. Это отличный финал, на самом деле. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Что такое боевые искусства, раз, и являются ли современные спортивные единоборства, ММА, в частности UFC, вершиной боевых искусств. Либо это действительно не пересекающиеся плоскости. Между разными видами зла, между спортом и боевыми искусствами, я скорее склоняюсь к боевым искусствам, но сегодня я буду в роли адвоката дьявола, я буду отстаивать сторону спортсменов. Если вы любите единоборство и боевые искусства, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Советую вам посмотреть и другие наши видео. В описании этого ролика на YouTube вы найдете ссылки на лучшие плейлисты боевых ботаников и другую полезную информацию. А эксклюзивные кадры со съемок и закулисная жизнь ведущих канала только в нашем Инстаграме.